Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Это вторая часть тур по моему парфюмерному обновленному шкафчику. В прошлом видео мы проходились по этой части, и сегодня будет видео про левый стеллаж, так скажем. И, наверное, видео получится чуть дольше, чем предыдущее, потому что здесь уже больше скучности ароматов. Тут как-то вот по брендам красиво все я расставила, а здесь все-таки уже получилось у меня по направлениям. Всем приятного просмотра! Очень буду благодарна за обратную связь. Начинаю с верхней полочки. Это у меня гурманское направление. Кое-что еще есть по брендам у меня стоит с правой стороны. Здесь долго останавливаться я не буду, потому что у меня есть отдельное, очень такое подробное видео про мои любимые гурманские ароматы. Ну вот единственное, наверное, скажу, что вот это троица, мема Зимний дворец, Портавентаж и Мандарина Корсика. Это три рождественские красивые гурманики. Сюда, в принципе, еще лиры я бы добавила. Коста-Рика моя любимая кофейная гурманика. Но здесь есть также и много цветов, лимонные какие-то оттенки свежие, красивые. Очень классный аромат на тему Кока-Колы, табака, вкусных сладких цитрусов и рома. Это северо-золти. У меня пустой флакон, и я уже давно не могу поймать этот аромат. Он просто пропал. Вот другие ароматы бренда есть, а его, к сожалению, нет. И из недавнего, то, что я покупала, это у нас какао в квадрате. Многие его слышат как какао сухое, но для меня это горький шоколад с алкоголем. И там две эрметики у меня стоят. Кстати, я купила еще одну эрметику, герметику, потому что в Альдебатэ сейчас просто офигенные скидки на бренд. За 4 с небольшим, 4 500, по-моему, я купила 100 миллилитров. Поэтому, кто хочет себе этот бренд, посмотрите сейчас в скидке в Альдебатэ. Б-96 мой любимый кедр и корица тоже. Там я слушаю шоколад с фруктами и, конечно же, много пряностей. Мирабили Виканта, всем известный, я думаю. И он не опрофунный. У меня это белые бриллианты и красивый кокосовый пломбир с пряностями и ментоловым сиропом. Это моя любимая версия Black Opium Intense, которая идет с абсентом. Но еще мне нравится версия Extreme, которая более кофейная. Сейчас еще, кстати, выходит, не знаю, вроде бы еще не появился в магазинах, Le Parfum Black Opium. С гурманникой я решила завязывать, потому что мне кажется, что это уже перебор. А тут у меня, смотрите, какой подарок стоит от моей зрительницы из города. Моя его Ставра Поляна приходила недавно и подстраивала меня вот таким вот шоколадным флакончиком. Очень красиво съесть я его не смогла, поставила себе храниться. Еще наверху у меня стоит Нишан, который оказался моим промахом. Еще раз напоминаю, если вдруг кому-то нужен, 95 мл от Става продаю недорого. Полочка номер 2. У меня, видите, здесь так получилось, что какие-то прозрачные флаконы. Но так и получается, что и ароматы здесь очень нежные, прозрачные, легкие, свежие, летящие. Единственное, вот могу сказать, вот эти три аромата в белых флаконах. Это мраморный цветок, Монбланк Сигнатур и Маджестик Маск Александр Джей. В них в трех этих ароматах есть молочно-сливочные оттенки. Они очень нежные, но они там все равно присутствуют. Сзади без короны стоит закон женщины. Его называют малиновый бакарон. Для меня это больше малиновый чай с небольшим таким бакариным стартом. Минут 10-15 напоминает. А так, в принципе, потом уходит самостоятельный аромат. Моя любимая Акваселестия. Много раз о ней говорила. От Юсо у нас тут клун стоит. Этого Авентуса. Муж пользуется. Ему нравится этот аромат. Зарова на закончу. Зарова не купить. Не вариант. Вот Юсо ему нравится. Потом у меня есть фланкер ледяной Инсаленс. Здесь элементы чистоты. И очень такое кисло-зеленое яблоко с красными ягодами. Но он такой немножко порошковый. И мне нравится зимой выносить. Он такой создает эффект замерзшего белья после стирки на морозе. Так, что у нас тут дальше? Мой любимый Радиент Мираж. Это очень красивые холодные зеленые пачули. Спил дерево. Ну, я рассказывала много о нем. Моя любимая роза холодная. Абсолютно шедевральный аромат. Вот из всего шкафа. Вот эта роза моя самая любимая. Ну и, конечно, Фредерик Маль, который у меня стоит ниже. Это две самые лучшие розы. И еще к ним хочу добавить какую-нибудь утреннюю розу. Шиповник даже, наверное, больше в России. Миракл. Аромат свадьбы моей. Моя новиночка. Ники Талли. Это тоже груши. Свежие, сочные, лимонадные. В траве тоже о нем скоро буду рассказывать. Очень красивый жасмин. Яркий, миндовый. В Джульетте. Недавно, кстати, им пользовалась. Чуть не задохнулась. И до пшиков переборщила. Это Аткинсон, свадебный букет, красивые ландыши утренние в траве. Моя любимая Прада Миндаль. Радужное дерево Мецензир и Прада Пепл Рейн. Их объединяет старт, похожий на Прада Ирис. Вот этот более похож на Прада Ирис. Этот напоминает направление Прада Ирис, потому что здесь много еще цитруса. Но радужное дерево уходит в сандал такой приятный, молочный. А Пепл Рейн уходит в очень красивые метеоритные фиалки. Но оба этих аромата очень-очень нежные. Третья полочка это фруктово-ягодные ароматы. И, как видите, у меня небольшое количество данного направления. Потому что это не самое мое любимое. Здесь у меня два аромата по массивам. Лос Черри Макс Филипп. Это более сладкий, курманский, более ванильный вариант Лос Черри. А вот синоним Луиза, наверное, 01, он максимально приближен, но мне показался более цветочным аспектом. Потом Джо Малон, вот этот вот, я здесь тоже слышу вишню. Ну, там вы, думаю, знаете эти ароматы. И вот это очень классный парфюм. У меня была вся тройка из этой коллекции. Я себя оставила амбру, потому что эта амбра пахнет таким густосваренным малиновым вареньем, немножко подгорелым. Линтердит, я думаю, всем известный, как и эти маленькие камушки Булкари Парайпа, Индиан Карнет и Пинк Сапфиры. Алмаз, недавно о нем рассказывала. Здесь этот люкс вы тоже все прекрасно знаете. Сочное зеленое яблочко Нина Ричи, очень люблю осенью носить его. Вкусная кубничная дынная жвачка Джмау. И мой любимый коралл у меня тоже должен постоянно быть. Сейчас хочу его обновить, потому что говорят, что его сняли. Он действительно пропал с продаж. И очень-очень удачная моя слепая покупка, которая была в распаковке. Это ананас Толь Чикабана, который не очень для меня про ананас. Он про сочные, классные, вкусные леденцы. Про шипучку какую-то, лимонад. Но уходит он совершенно от этого направления, такого задорного, в женственные, красивые цветы. В какой-то пудрово-древесный оттенок. Короче, я тогда о нем рассказывала, что очень он меня порадовал. То есть я думала, что это будет что-то легкое, несерьезное. Но оказался аромат очень женственный. Несмотря на свой такой несерьезный инфантильный старт. И здесь у меня несколько миниатюр. Это HFC, бриллианты на небесах. Ormond Jaymon Tobacco, мой любимый. Killian Black to Black Aphrodisiac. И вишневый тоже HFC. На следующей полочке у меня разместились как-то больше, наверное, бутяковый аромат. Хотя, наверное, все-таки поровну. Здесь мои любимые карвенчики. Летом планирую обновить Santorini, мой любимый, и жир. Так, Bangalore, Mascat обязательно у меня должны быть в коллекции. Но я их в течение года не показываю. Потому что говорила, что для меня это идеальные летние ароматы. И Bangalore, Mascat для меня это Восток, Индия и Оман, получается. Но красивее сегодня звучат все-таки летом, в самую-самую жару. И инжирный тоже туда же. Слева у меня водовое брожение. Мой любимый портфейн Bella Rappella. Фруктовое шампанское с розочкой. К сожалению, тестер без крышечки. Видите, как портится вид. И любимый ковер-самолет, работа Quentin Abish. Мягкие пряности на молекулярной такой базе. В консистенции воздуха, вуали. Чего-то невесомого. То есть, очень интересный аромат. У меня вот, похоже, в шкафу нет. Дальше две миниатюрки. У меня Orange Marias, Crapart и Golden Wood. Усвоебразный, очень яркий аромат. Для меня нового бутика, который открылся. И вымыли там какой-то химией дорогой полы. К приходу посетителей. Здесь мои любимые ароматы. Также стоят аквадипарма. Очень красивые цитрусы с цветами. И, конечно же, шедевральная однороза Фредерика Маля. Про Мария тут совсем недавно вам рассказывала. От этого бренда это один аромат. У меня был только от Levantec. Еще тамимый. Это Rehab. Честно говоря, это не темнее бы. И еще несколько флакончиков бы не отказалась. Потому что у них очень достойная парфюмерия. Сайт эффект я пристроила. Но купила бы Маск Терапи. И купила бы похожий на Датура Нуар. Потому что, как я говорила, Датура Нуар сильно подорожал. Аромат от лютанца. Из ботиковых ароматов Ланком у меня осталось два. То есть я выбирала лучшие из лучших. У меня был и Жасмин Мерцепан, Тубероза Каштан, Лаванда, Ирис Драже, Парфе де Роузос у меня был. Но вот я оставила то, что больше всего откликалось. Это Берберанса и Пететер. Очень красивый от Ариен. У меня есть вечерняя роза золотая. И Денжер Ваниль. Золотой флакон, потому что у них есть ароматы без этой приписки. И они отличаются. Конечно, есть пересечения, но все-таки отличия тоже значительные. Два небольших остаточка у меня Ганимет и Энцелад. Тоже по настроению пользуюсь. Не самые мои любимые ароматы. Но иногда хочется чего-то такого ультрасовременного. Рядышко он дует Сентал Роял, мой идеальный Восток. Очень красивый спящий гарем. И максимально шоколадный Герлен, о котором тоже много рассказывала. Здесь и какао, и шоколад, и вишня для меня в шоколаде. Это шоколадная конфета, где раскусываешь и там алкогольная вишня. Вот такой вот эффект здесь остается. И имбирные пряники тоже можно услышать. Полочка одного из моих любимых направлений. Но тоже с этим направлением я пока завязала. Почему? Потому что раньше я эти ароматы носила гораздо чаще. Но года два, как я перешла больше на кэшел стиль. А эти ароматы с таким стилем вообще не вяжутся. То есть они прям обязывают девочка-девочка носить платьица и юбочки. Поэтому их я ношу очень редко, к сожалению, моему большому. И в правой стороне шкафа у меня тоже есть пудрово-помадные ароматы. Я быстро вам их тоже покажу. Ну, здесь в принципе много парфюмов, которые у меня есть в подборке про пудрово-помадные ароматы. Вот если говорить, что именно какой максимально помадный аромат. Ну, конечно же, это Lipstick Rose. Это такая мамина помада. И вообще Lipstick Rose, фокусируйся, похож на отдушку помад L'Oreal. Они тоже пахнут такой маминой прям помадой из прошлого. И, конечно же, если говорить о более современных помадах, то это мой любимый кубик. Тоже много лет. Я его обожаю. Сзади у меня стоит пустой флакон. Потому что иногда нужно знать вес пустого флакона. В общем, это то, что тоже сейчас почему-то пропало с продажи. Тоже мне надо срочно обновить. Потому что я смотрю, что все в сетях этого аромата уже нет. И еще помада очень красивая в Tiffany Intense. Неожиданная моноходка прошлого года. А если говорить о косметичке в целом, конечно же, это золотой ирис, к сожалению, тоже снятый. Я не знаю, почему снимают подробно помадные направления. Наверное, они совершенно сейчас не актуальны. Сейчас парфюмерия ушла немножко в другую сторону. Но все-таки, если вот вы тоже любите это направление, берите, пока еще продается золотой ирис. Это вот косметичка с элементами цветов и зелени. Очень красивый, не тяжелый аромат. Не тяжелая там пудра. Очень нежная пудра Валили, Кортье. Здесь еще такая зеленца немножко хищная есть. К сожалению, тоже, вот опять же, да, я ловлю сейчас себя на мысли, что Прада Кэнди Кис, очень нежнейший, тоже такой мускус пудровый. И элемент косметички, и утюга здесь есть, тоже снятый. И Мадмуазель Ричи тоже снятый. Кстати, Мадмуазель Ричи чем-то похож на кинзу цветок, но более мягкая версия. Еще говорят, он пахнет детскими фалфетками и памперсами. Но есть вот такой плотный, хороший прям пудровый эффект. Из недавнего вот этот аромат, новый бренд стал Ревгош. К сожалению, я с другими не знакома. Этот я брала вслепую. Очень сильно похож на золотой шарик, лимитированный Киллиан Принцесса Роуз Демаи. Кто не видел мой обзор, то я в этом видео хочу повторить. Это пудровые маршмелки. Это вот именно эта посыпка на маршмелках, сладкая вот эта верхушечка. И розочка такая сахарная. В принципе, так парфюм, по-моему, переводится как сахарная роза. И вот рядом стоит Зара. Но, к сожалению, наверное, его уже не купить, потому что это была лимитка от Натали Лорсо. 0,04. Они похожи. У нее тоже такие маршмелки. Но там еще есть жареный миндаль ощутимый. А здесь вот очень сильно похож. У меня был этот лимитированный шарик. Принцесса Роуз Демаи. Очень они похожи. В принципе, этот парфюм я еще могу назвать ароматом в направлении Ирис Драже Ланком. Вот кто скучает, сейчас он очень дорогой. Присмотритесь, потестите. Во-вторых, больше этот аромат. Ну а так, в принципе, талонная пудра для меня Линстан Мэджик. Мне именно очень нужна старая версия. Вот с темными боками. Ну, потому что для меня она более богатая. У меня есть там даже вон запас из тестера такого же. А рядом это Линстан обычный парфюмерная вода. Он уже более такой кашемировый, медовый, теплый, густой. Ну, он уже отличается от Мэджик. Я думаю, знатоки знают. И Пудре, да, такая классика пудровых ароматов. Ну, из новенького вот. Да, Вана тоже скоро вам буду рассказывать о нем. Это косметичка молодой мамочки, где и присыпка, и памперсы, и детские мыльца, выстиранная одежка, глажины. Очень добрый аромат. Ну, и вот два инсаленса у меня есть. Классические туалетная вода и с малинкой. Они похожи, только здесь малинка. Но свою идеальную плотную пудру я нашла в Аризе Гелиотроп. В принципе, рядом он с синакоста и тоже можно назвать этот аромат пудровый. Также пудровое направление это Ариш, новинка от Аркалекшин. Ну, и, конечно же, пудровые ментальки. У меня есть Pink Ecstasy. Это очень яркая, мощная малиновая присыпка. И такой же густой, мощный аромат пудровой орхидеи. Но там уже оттенки крема для загара. Пудрово-помадная полка я закончила. И вот здесь у меня выше стоит парфюмерия, которую я как раз-таки ношу больше сейчас и чаще. Потому что именно эта парфюмерия очень круто садится на образы в стиле casual, что-то такое спортивное, удобное. И я их называю урбанистические ароматы. И вот в этом году я открыла для себя целую линейку дождей, можно сказать. Это Exumo, воздух после дождя. Это Kenium, художник. Это прекрасный Rain от Leranen. Этот бренд представлен на La Moda. Это бренд, который делает кожаную обувь в сумке. Но у них обалденный аромат. У меня два, но я смотрю и на другие. Но хочу сразу предупредить. Этот дождь не всем понравился. Некоторые брали после моего обзора. Кому-то я отправляла на слепой затест. И люди были в шоке от этих ядреных пачуль. Я их слышу, например, как прелые листья, как мох, как мокрую землю. Все такое вот уже прям осеннее-осеннее. Уже такое все в перемешку. Уже подгоневающее, но красиво по парфюмерному. Но, кстати, вот раскрывается Rain. Очень похожая на минеральность Exumo. Ну, в общем, ладно. Приятная новинка у меня тоже на эту тему. В урбанистике это Ком де Гарсон двоечка. Это, конечно же, моя любимая молекула Будда Вуд. Аромат древесного тумана. Всем известный Нкаренуар Мокрый лес. И полюбившийся моему мужу Герман от Элда. Тоже солоноватый, минеральный, такой холодный аромат. Очень классный. Вот, это вот моя такая подборочка урбанистических, холодных, мокрых ароматов. Рядышком стоит моя любимая русская молекула. Я ее так называю. Русская душа от бренда Вдохни. У них, кстати, появились очень интересные новинки. Тоже бренд Сламода. Здесь прям Сибирь. Во флаконе такая сибирская молекула. Рассказывала о нем в отдельном видео. Поэтому, если что, не буду сейчас застрять внимание. Две мои молекулы. Обычная 0,1 из центра и Игры разума. Игры разума тоже надо бы обновить. Но, честно говоря, мне не очень нравится, каким стал этот аромат. После того, как его выпустили в таких ярко-розовых коробках. Я там слышу такую немножко неприятную ноту, которая есть в некоторых ароматах Орманджей. Но там у меня стоит наборчик, про который я обещала рассказать вам в видео. Я их разнашивала. Но что-то они не звучат в такую еще прохладную погоду. Поэтому, честно говоря, решила я подождать тепла. И еще раз их выкулить пару раз. И потом уже снять видео. А так у меня три любимчика. Это, вот, в миниатюре у меня выше на полочке. По Монтабака, это, наверное, первое место все-таки будет. И Вуман, и Таиф. Таиф у меня вот такой вот небольшой достаточек. Но здесь большие флаконы, 120 мм или 125 мм. А Вуман, я рассказывала, для меня это облегченная, универсальная версия Эпика Амуаш. Очень красивая хвоя для меня здесь. И, к сожалению, бренд, который вроде бы вывели из России, тоже очень сильно он подорожал. Это фривольный жакфат и красные туфельки. Красные туфельки – это единственный нишевый аромат, который я знаю в направлении Коралл Булгари, который я очень люблю. Для меня это Клюквенный Морс. И я надеюсь, что вы не устали. Осталось всего три полочки. И здесь у меня больше осеннее. Такое направление кожнозамшевых ароматов, амбровых, смолистых, бальзамичных, кашемировых. Ну, в принципе, долго останавливаться не буду здесь, потому что у меня даже несколько есть видео на канале подробных про это направление. Скажу только, что конкуренцию Том Форду так никто и не составил. Это самая лучшая кожа для меня, такая галантерейная. Красивая ягодная замша для меня в Еве отправляется в рай. Моя любимая лаковая кожа в черной алои. В прошлом году я для себя открыла Крит Любовь в черном. Это прекрасные такие готические фиалки. Вот, кстати, Лера Нина. Второй флакончик, который у меня есть. Крэй Бэйби. Это ягодная кожа. А в раскрытии он напоминает мне сайт-эффект, кстати. Такой сладко-алкогольный. Дальше пошли смолы, бальзамы, моя любимая хвоя, мед из шишечек, чай, заваренный с гранатовыми корочками. Это шапарт, арабский мед. Рокуко, Винцентский купец. Здесь очень много смол бальзаму в сочетании с красивым какао сухим. Снятая Мира Салюта. Тоже много смол красивых со сливочной ванилью. Моя любимая версия Шелемара. Суфаль Интенс, вы знаете, тоже много о нем говорила. У меня был также флакон Суфаль неоднократно. Но я себе оставила от Левант. Они, в принципе, похожи чем-то. Но и существенное у них различие. И также у меня здесь стоит от Левант Вилькельма. Но здесь очень ядреная кожа. Хоть он и расходится, и цветы появляются. Но все-таки выносить эту мощную кожу я так, честно говоря, и не научилась. И как видите, от Левант у меня полностью, полностью стоит. И раз тема Шелемара зашла, очень похожий алимат на классический Шелемар. Только я бы сказала, усовершенствованная версия классического Шелемара. Это Purple Bar Cherycan. К сожалению, не заслуженно обделенный бренд. Я даже вижу у себя в пристрое. Девушка там выставляет очень бюджетно этот флакон. И никто его не берет, потому что мало кто о нем говорит. Вообще никто не говорит. Но этот аромат безумно красивый. Да, он в стилистике Шелемара, но доведенный до идеала. Здесь идеальная курева, идеальная кожа, идеальные смолы, почули, бальзамичность. Здесь очень красивые цитрусы. В общем, этот аромат, он сложный, он многогранный, он густой, он дорогой. Это бренд очень хороший. Поэтому обратите внимание, при возможности потестите. Они там даже какую-то большую концентрацию вот этих вот парфюмерных веществ добавляют. Можете на сайте почитать. Мне прям обидно, честно говоря. Там девушка, по-моему, за 5 тысяч выставляет флакон полный. И никто его не берет. Хотя зря. Но у меня вот просто целый флакон, мне не надо больше. Еще, конечно, хочу чуть-чуть и лейберда пас порекомендовать. Тоже какой же красивый аромат. С огромной пирамидой. Мне пахнет он грецкими орехами, медом, сухофруктами, пряностями, мирой, смолами. Очень богатый аромат, который пахнет как дорогая ниша. Обратите внимание, незаслуженно на фрагрантике его замен усили. Но просто непосвященные люди, которые до такой парфюмерии не доросли. Тут у меня всем известный Наксус. Небольшой остаточек алкогольно-табачный, медово-цитрусовый аромат. И, кстати, Маури Инсепшн. Отличный тоже зимний вариант. Конечно, понимаю, что сейчас не та тема. Совершенно уже хочется весны, хочется легких каких-то летящих ароматов. Но вот этот аромат тоже часто на скидках бывает. Бренд прекрасный, очень стойкий, яркий, специевый, вишневый аромат. Здесь вишни нет, но слышится она. Полочка старого доброго люкса. Здесь есть несколько ароматов, которые у меня в минимальных остатках. Потому что я хочу их добить и больше не повторять. Например, Лакост это мне бренд присылал. Я с удовольствием, в принципе, им пользовалась. Потому что он как память тоже. Потом очень хороший такой коммерческий люк Стольчика Бана. The One-версия туалетной воды. Его тоже не буду, скорее всего, повторять. Потому что на тему таких люксовых абрикосов у меня есть теперь бутиковый и стиландер. Ну и самого любимого, конечно же, Мистер Ле Парфюм, который у меня должен быть обязательно. Конечно же, Эль Сааб Ле Парфюм и Лондон. Лондон тоже хочу обновить, потому что это шикарный медовый жасмин с земляничными цитрусами. Немножко, кстати, тоже у меня он дает эффект марципана. Потому что такая горчинка в нем присутствует. И сладость вроде бы. Очень красивый аромат. Ну, поэмочка, сновидения, сон джес, а не геталь. Это то, что я люблю, но пользуюсь где-то им 2 раза, 3 раза в год. Поэтому этих остатков мне, не знаю, хватит на несколько лет. Очень хочу обновить жур абсолютно. Красивые кислые цитрусы и медовые цветы. Шанель, скорее всего, добью. Больше обновлять не буду. Гуччи Флора для меня тоже аромат больше, как воспоминания моих там 25 лет. И в Сен-Лоран Ле Пре Интенс сейчас у них вышел Ле Парфюм тоже версия. Я очень хочу его купить и сравнить. Но это, наверное, уже к следующим холодам. Потому что сейчас тоже не тема. А так, в принципе, даже вот этого остатка, это такой яркий, мощный, стойкий шлейфовый парфюм, что даже вот этого остатка мне хватит на 3 зимы точно. Ну и, наконец-то, последняя полка. Честно говоря, очень устала. Уже 4 утра, ребята. Это тоже старый добрый люкс, преимущественно. Вон там у меня в уголочке стоят пустые практически флаконы. Тоже иногда нужно, чтобы знать вес. Может быть, я их взвешу просто, запишу себе и все. Ночь в Залиспурге тоже надо обновить. Это очень хорошая альтернатива табакованиль Томфорда. Но, знаете, не клон 100% со своим характером, со своим настроением. Очень нужно мне обновить срочно вот этот вот инжирный прекрасный шарик. Давай уладим по-взрослому, потому что он тоже уже считается снятый, тоже уже жутко подорожал. Вот если где-то выскочит, надо будет хватать, потому что тоже похожих ароматов на него я не знаю, не встречала. Очень красиво осенью в дождь раскрываются. Снятый кубик у меня есть. Мое любимое яйцо Киллиан, некоторые любят по-горячее. Прекрасный, любимый мой Диор Плазон, самый обычный. В принципе, этот люкс вы уже видели на моем канале 100 тысяч раз. Гучи-бай-гучи тоже сняты. Я вообще себя поймала на мысль, что мне очень нравятся ароматы, и я в этом узнаю, что они сняты. Ну вот какая-то подстава подстав. Прекрасная Булгари Тубероза, туфелька классическая. Диора Дик тоже сняли. Верри Резистово сняли, версия Интенс. Вот этот вот Кинзо вообще уже не найдешь, это тоже Ле Парфюм приписка. Очень красивый Восток. И там у меня Армани Кот стоит. И Марк Джейкоб сняли. Короче, это прям, я не знаю, какая-то боль вселенская. Почему снимают такие красивые ароматы и клепают однотипные, неинтересные. Что ты будешь делать? Итак, в принципе, вот если как-то в одну общую тему объединить эти ароматы, то это такие вечерние, томные, выходные, можно сказать даже сексуальные ароматы. Да, это вполне вечерняя парфюмерия. Люкс, который я очень люблю и по которому я плачу, потому что его сняли. Вот так вот. На этой печальной ноте, наверное, завершу видео. Хотя, знаете, я всегда склоняюсь к тому, что пусто места не бывает. И даже сейчас вы можете видеть, что какие-то бренды уходят, но вместо них приходят интересные, нишевые бренды. Интересные, незаезженные, новые какие-то марки, ароматы, которые что-то новое нам приносят. Поэтому не будем унывать, будем верить в то, что если даже что-то любимое пропадет, то все равно появится что-то другое, что нас тоже сможет удивить, поразить и влюбить. На этом все, мои дорогие. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео до конца. Жду от вас ваших комментариев. Какие, может быть, ароматы посоветуете выселить? Какие добавить? Может быть, что-то из направления прям суперское посоветуете из какого-то? Ну, а с вами была Карина. Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok